Первенство России по каратеке Кусинкай Тамара Бубин отнюдь не дебютант первенства России, но выше третьего места до сих пор не поднималась. В этом году добралась до финала, в котором все же уступила. Водник для меня уже стал, можно сказать, вторым родным домом, потому что я занимаюсь здесь уже почти 10 лет и хотела действительно сделать какой-то подарок. Воднику все-таки 60 лет исполняется нашей любимой спортивной школе и я думаю, что наши призы являются достойным подарком. В активе Вячеслава Матвеева золото первенства России уже есть, правда, по всестилевому каратэ. К Кусинкай немного другая история. Впрочем, и в этом виде сумел добраться до подиума, заработав бронзовую медаль. Я на протяжении пяти лет проигрывал на первенстве России. В первом бою бывал, во втором. Но с моим тренером мы все ошибки с первенства России, так сказать, исправили. И нам все-таки удалось в призы залезть. Турнир очень, очень серьезный турнир. И я очень счастлив, что удалось в призы залезть. И Бубин, и Матвеев по результатам первенства попали в состав сборной страны. Теперь их ждут международные турниры. В Тюмени завершился всероссийский турнир по шашкам. Крупное событие с участием почти двух сотен интеллектуалов из разных уголков страны проходило в течение четырех дней в городском шахматном клубе. У мужчин трофей достался мастеру спорта из Екатеринбурга Матвею Нидбайло. Он набрал семь с половиной очков в восьми турах. В том числе смог обыграть собственного отца. Любовь к игре на черно-белых полях для них вообще дело фамильное. Из пяти детей четверо имеют различные разряды. На самом деле вот все люди думают, что шашки это просто играть. Но это не так. Просто шашки все знают правила. А вот саму тонкость этой игры сложно понять. Наверное надо больше заниматься. Тогда поймешь все красотой этой игры и саму суть. Серебро завоевал земляк Матвея, гроссмейстер Дамир Рысаев. Он отстал от соперника на один балл. В турнире по русским шашкам он также остановился в шаге от победы. Впрочем, два вторых места ничуть не разочаровали. Соревнования в Тюмени Дамир рассматривал как трамплин для подготовки к следующим, более важным стартам. Близ турнир по русским шашкам был более сильным, потому что и я, и мои друзья, которые сюда приехали, они больше специализируются на русских шашках. А в стоклетке мы играем, ну так, ради удовольствия скорее, так, в свободное время. Поэтому все-таки в стоклетке конкуренция была меньше. Все шашки одинаковые квалификации, они все одинаково уходят. В отличие от шахмат, у них правила игры намного проще. Но в простоте их скрывается своя красота. Они намного сложнее, чем кажутся. То есть вы попробуете поиграть сами, и вы поймете, какая это интересная игра. У женщин чемпионкой стала Елена Новицкая. Челябинская спортсменка сумела набрать 5 баллов. Кандидат мастера спорта из Якутска Анна Шишигина показала второй результат, а Ксения Милякина из Нижневартовска – третий. Хоккеисты Рубинани ищут легких путей в чемпионате ВХЛ. В выездном поединке против челябинского Челмета подопечные Михаила Звягина одержали победу в овертайме. Таким образом, тюменцы на мажорной ноте завершили серию из четырех гостевых встреч, набрав 6 очков. В поединке с уральцами ворота сибиряков защищал Егор Назаров. Он был вынужден капитулировать на 14-й минуте после точного броска Александра Подкорытова. На экваторе встречи гости были вынуждены держать оборону в формате 4 на 5. Выстояли, но через 3 секунды после выхода на лед удаленного игрока уральцы все-таки огорчили Назарова во второй раз. Отличился Юрий Шадрин. Во втором периоде постарались в перерыве донести те моменты, которые надо поправить. Ну и, соответственно, немножко, конечно, в этом плане нам и помогли удаление соперника, переломили немножко эту игру и, соответственно, перевели атаку в зону соперника. Третий период Рубин отыграл вдохновенно. Правда, в начале отрезка тюменцам вновь пришлось сражаться в меньшинстве. Шанс хозяева упустили, а вот сибиряки реализовали первое же большинство. На 47-й минуте Сергея Мыльникова расстрелял Константин Фаст. Ему ассистировал Денис Ячменев. Затем последовала еще серия удалений в составе Челмета и Станислав Калашников на 55-й минуте восстановил паритет. В итоге командам пришлось выходить на овертайм. Перед ним своих партнеров победой в кулачном поединке вдохновил Антон Жихарев. Больше остальных схватку оценил Денис Давыдов, который мастерски переправил летящую шайбу в сетку ворот челябинцев. Результативные баллы заработали Никита Ядроиц и Дмитрий Лютов. В третий период достали внутренние резервы. Такой у нас, скажем так, настоящий мужской хоккей пошел. В общем-то на это был упор, на это был расчет, что молодая команда где-то может не выдержать такого давления, что, в общем-то, у нас, я думаю, получилось. Впервые за долгое время тюменцы получат полноценный отдых. Следующий матч команда проведет дома лишь 15 ноября с Хантамансийской Югрой. Дзюдоист Роман Донцов стал бронзовым призером молодежного оперенства Европы, которое прошло в Ижевске. На пьедестал почета континентального турнира, собравшего борцов из 33 стран, россиянин пробился в категории до 90 килограммов. Секрет успеха – это, во-первых, трудолюбие Романа Донцова. Он с самого начала, с детства, как пришел с первого класса, очень ответственно относился к тренировкам, вел всегда дневник спортсмена, но отсюда результат. Всегда старался быть лучшим. На данный момент так и получается. Мы ехали за золотом, если честно, но получилось так, как не хотелось получиться, но бронзовая медаль – это очень сильная оперенства Европы до 23 лет. В полуфинале сибиряк встретился с венгром Роландом Гузем, который является серебряным призером юниорского оперенства мира, и соперник оказался сильнее. Молодой спортсмен просто поймал меня очень хорошо. У него коронка, это спина. Я знал, что это его коронка, он все равно поймал меня. Но медаль оперенства Европы Донцов не упустил. В поединке за бронзу он переиграл белоруса Ивана Дубину. Первая значимая медаль у меня с личного оперенства Европы. Вот первая медаль. Очень важна была, так что нельзя было упускать ее. Не ожидал вообще такой встречи. Столько народу встречают на вокзале, я вообще не ожидал. Очень приятно было. В Казани продолжается чемпионат России по плаванию в 20-метровом бассейне. Тюменец Дмитрий Мальцев на дистанции 100 метров на спине показал пятое время. Финишировать воспитаннику Олега Ермаченкова удалось через 51,32 секунды. Чемпионом России в очередной раз стал московский вундеркинд и одна из главных звезд мирового плавания Клименко Олесников. Бронзовый призер Универсиады 2019 Елизавета Клеванович квалифицировалась в финальный заплыв 100 метров ки вольным стилем. На дистанции 800 метров в предварительном раунде проплыла и тюменская дальнобойщица Анастасия Костылева. Сибирячка показала 18-е время. 9 минут 6,97 секунды. Чемпионат России завершится 10 ноября. Продолжение следует...